Птицы летают! Вся пол летают птицы! Увлекательная игра с парашютом – вот лишь одно из развлечений, которое подготовила своим маленьким посетителям Развилковская библиотека. Даже летом, в период каникул, здесь проводят различные мероприятия, чтобы сделать досуг мальчишек и девчонок максимально веселым и познавательным. Сегодня мы совместно с досуговым центром Мамонова организуем детский праздник «Оранжевое лето» и «100 вопросов, 100 ответов». Это познавательно-развлекательная программа для детей и взрослых. Ребята могли проверить свои знания, отгадывая загадки и решая головоломки, испытать ловкость и быстроту реакции в подвижных играх, выразить себя в песнях и танцах. Так, в одной из любимейших детских забав – перетягивании каната – эмоции били через край. Впрочем, здесь ощущался не столько здоровый дух соперничества, поскольку легкая, непринужденная атмосфера. То и дело звучал детский смех, а горящие глаза говорили сами за себя. Я встретила своих подруг лучших, которыми очень долго уже дружу. Играем, нам очень весело, играем в разные игры. Вообще бегаем, прыгаем, весело. Кроме того, можно было проявить творческие способности на мастер-классе, где из самых простых материалов своими руками надо было сотворить забавных крокодильчиков. Справиться с такой задачей под силу каждому ребенку. В данном случае мы сделали, я сделала им, приготовила заготовки. Теоретически это несложная игрушка. То есть она выглядит такой объемной, забавной, но она несложная. На самом деле она несложная. Поэтому ребенок, мне кажется, и пяти лет может сделать. Девятилетняя Слава очень любит делать поделки. И в ее коллекции есть самолетики, кораблики. А вот крокодил станет первой хендмейд-зверюшкой. Мне кажется, этот мастер-класс нужно применить во всех округах развилки. Потому что развивается моторика, очень интересные декоративные игрушки получаются. Развлекательные программы проходят в развилковской библиотеке на регулярной основе. Приглашаются все желающие. Екатерина Коваленко, Владимир Биржонов и Елена Кошелева. Видное ТВ.